В День знаний тысячи маленьких одесситов в первый раз сели за школьные парты в торжественной обстановке и с традиционным размахом праздник отметили и в Международной Академической Школе Одесса. На линейку пришли более 200 учеников, среди которых 4 новые первых класса. Для совсем молодого образовательного учреждения это впечатляющий показатель, который свидетельствует о том, что школа будущего пользуется популярностью у одесситов. И по словам ее президента и основателя Сергея Кивалова, эта популярность будет только расти. Комплекс постоянно развивается и совершенствуется. С праздничной линейки на Академической 30 материал нашей съемочной группы. Школа будущего открыла свои двери для более чем 200 маленьких одесситов, в том числе целых 4 класса первоклашек, для которых школьный звонок 1 сентября 2021 года прозвучал впервые. Но даже те, для кого нынешняя линейка в профессиональной жизни не первая, чувствовали особое волнение. Родители, учителя, гости праздничного события и идейный вдохновитель создания школы, ее президент Сергей Кивалов, все в ожидании открытия нового учебного года в современном образовательном комплексе. Душу, тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы, братья, ползайского рода. Количество учеников, пополнивших ряды Международной Академической школы Одесса, свидетельствует о ее популярности среди одесситов, убежден Сергей Кивалов. Многочисленные дни открытых дверей и постоянная работа по совершенствованию образовательного процесса дают результат. Вот год наша школа уже проработала, и я вижу, что школу воспринимают хорошо одесситы. А знаете почему? Потому что она построена с любовью. Знаете почему? Потому что мы не упрощаем учебный процесс в школе. И, знаете, сегодня действительно настоящий праздник для родителей, для учеников. Я горжусь вот этим проектом, который мы смогли реализовать, и сегодня школа работает, сегодня успешно работает. Аналогов Международной школы Одессы действительно нет на Украине, я не побоюсь. Мы много путешествуем, как все. И, знаете, нет по материально-техническому оснащению. Один спортивный комплекс, мне кажется, аналогов нет в спортивной деревне. Открылся выставочный киноконцертный зал, великолепный, который оснащен по последнему слову техники. Знаете, я как мама хотела вам сказать, что такой уровень питания, как есть в Международной школе Одесса, совершенно нет нигде абсолютно. Ваш ребенок будет здоров, он будет сыт. Система безопасности безукоризненная. Транспортная развязка. У нас есть два великолепных автобуса, которые помогут ребенку добраться до школы из любого конца нашего города. Нет второго человека, который бы создал, я подчеркиваю, создал, не возглавил, не переформатировал, а создал столько учебных заведений высшего уровня, среднего уровня, среднетехнического уровня. Школа сейчас уже, это среднее образование. И это все создается с нуля, строится с нуля. И я думаю, что, знаете, в этом есть талант и есть в этом Божье благословение. Почетные гости праздничной линейки, среди которых были, в частности, глава общественной организации областной совет мира Тамила Афанасьева, генеральный директор медицинского дома Одрекс Тигран Рутюнян, а также глава пятого апелляционного суда Александр Джабуря, поздравили учеников в важный для них день, а также оценили потенциалы возможности учебного заведения. Дети здесь получают не только качественное образование европейского уровня, но и всесторонне развиваются. В школе предусмотрено все, чтобы даже после уроков учащиеся могли заниматься спортом. На территории школы построили два бассейна. Возвели помимо внушительных размеров спорткомплекса спортивную площадку на свежем воздухе и тренажерный комплекс для детей. Отдельного упоминания заслуживает и киноконцертный холл, где дети могут проявлять свое творчество. Организация школы и ее техническое оснащение и методология преподавания, они на самом высоком уровне, который сегодня можно себе представить. Это уже мирового уровня образования. Конечно же, важную роль играют еще преподаватели, которые должны быть подготовлены к этому уровню образования. Я счастлив, что в Одессе есть такая школа. Одесситы могут этим воспользоваться. Сергей Васильевич, как всегда, делает все инновационно, лучшим образом и высшим классом. Любой праздник, связанный с детьми, всегда очень трогательный, он всегда очень важный, очень значительный. В каждой семье, какой бы возраст ни был ребенка, ведем ли мы его в первый класс или в одиннадцатый, всегда вся семья присутствует при таком мероприятии. Нам очень приятно, что сегодня столько новых деток у нас в школе. В этом году наша школа приняла почти в три раза больше детей. И теперь у нас около трехста учащихся с первого по восьмой класс. За безопасность своих детей родители могут не волноваться. Дети могут проводить в школе весь день с 8.30 утра до 6 часов вечера. Система безопасности в школе включает в себя электронные карточки, которые имеются у каждого учащегося и учителя. Родителям на телефон приходит оповещение, когда его ребенок вошел в школу и во сколько он покинул ее пределы. Это очень удобно и безопасно для ребенка. В этом году в три раза больше детей поступило в нашу школу. И знаете, безопасность в нашей школе организована на наилучшем уровне. Более 260 камер установлены на территории. Система контроля детей, которые приходят в нашу школу. Система оповещения для наших родителей. Знаете, все это делалось с большой любовью, с большим вниманием. Потому что дети – это то, что самое главное для нас. Вы знаете, Сергей Сечкивалов, президент нашей школы, он уделил огромнейшее внимание развитию этой школы, созданию такой инфраструктуры, ну и, конечно же, качеству образования. И сегодня наша наивысшая задача и цель нашей школы – поддержать это качество образования и, конечно же, его только улучшать. Родители первоклассников уверены, что школа будущего – это совокупность всех необходимых условий для всестороннего развития их детей. Ведь в современном учебном заведении можно развить креативность мышления, научить ребенка соединять обычные понятия необычным способом и, самое главное, воспитать сильную личность. Любая семья, анализируя целую совокупность факторов, она хочет для ребенка принять какое-то самое лучшее, самое оптимальное решение. Решение нашей семьи – это школа МОШО. Я думаю, альтернатив этому проекту как по своей идеологии, так и по качеству его реализации, наверное, нет. И этим все сказано. В сфере образования у нас, по-моему, полный порядок, потому что идеи, которые реализует Сергей Васильевич Кивалов, заслуживают исключительно уважения. Это и высшее учебное заведение, юридическая академия, и международный гуманитарный университет, и как замкнутый цикл – начальная школа, средняя школа. Вот это просто превосходно. У меня несколько подруг отдали своих детей сюда, и более старшие классы. Ну, что я могу сказать, дети бегут сюда. И я абсолютно не привлю душой с удовольствием. Учебный процесс построен так, что ребенок не устает. Ребенку интересно. Здесь все, что мы мечтали, все языки, все предметы, бассейн, то есть все, что нужно. Я думаю, это школа будущего. Мы раньше мечтали, но нигде не было. И когда я узнала про эту школу, это была радость для нас, потому что доченьке понравилось, она пришла, посмотрела, поговорила с учителями, ей очень понравилось. Кроме того, в основе самой школы положено духовное начало. Здесь находятся два православных храма – Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся, а также Иоанна Богослова, который осветил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви Ануфрий. Дети по желанию могут факультативно изучать христианскую этику. «Скажу о том, что для православных людей на территории школы два храма. Ну, ни в одной школе, ни в одном учебном заведении нет двух храмов. Я вам хочу сказать, это не только для православия. Есть и дети другого вероисповедания. Знаете, религия – Бог един. И религия, которая объединяет нашу страну, наш город, весь мир, она у каждого в душе и Бог в душе. Поэтому я думаю, что если ребенок будет знать основы вероисповедания, то в этом будет только плюс. Я хотела бы всех родителей, всех детей, всех учителей поздравить с Днем Знаний. Прекрасно, что у нас есть такой праздник на Украине, что все дети сегодня идут, первый, второй, одиннадцатый класс. Пожелать успехов и Божьего благословения всем-всем первоклассникам в особенности». «Это не просто школа, это школа с духовностью. Здесь есть храм, который еще освящал обоженнейший митрополит Ануфрий. Для нас это большая честь, что за последние годы в кризис, военные события, которые происходят по стране, школа построена, она стоит крепкой. И самое важное, что здесь предоставлен для детей большой спектр и бассейн, и спортзал, и актовый зал. И это все в комплексе будет моделировать правильную личность будущего украинца». Более того, школа заложена и построена на месте семейной церкви Григория Морозли, известного мецената, филантропа городского головы Одессы в конце 19 века, равных которому больше не было. Григорий Морозли сделал многое для развития культуры и просвещения Одессы. Символично, что на этом месте воздвигли образовательное учреждение. «В Афинах Афанасий закончил школу Морозли, которая находится на Морозлиевской улице, так же как и у нас Морозлиевская улица, это был грек меценат в Одессе. Это тот же, тот самый Морозли. И мы очень ценим семью Морозли за то, что она сделала и для греческого народа, и для русского народа». «И причины, по которым мы привели сюда наших детей в эту школу, во-первых, это достоинство, это очень достойная школа, организация, дружелюбная атмосфера, которую мы ощущаем. И мы видим, что действительно школа пытается дать очень высокий уровень знаний». Один из фундаментальных девизов школы – образование без границ. В школе предусмотрена специальная программа для детей с особыми потребностями. Для них созданы все необходимые условия – пандусы, лифты, специальные парковки. «У меня ребенок с особенностями развития, она на коляске. И эта школа единственная, которая к нам подходит из всех, потому что здесь полностью доступная среда. Есть пандусы, специальная парковка, лифты. Это полностью безбарьерно. К сожалению, у нас в городе таких аналогов нету. И мы рады, что мы выбрали эту школу». В новом году в учебном заведении европейского образца ввели новый предмет – финансовая грамотность и основы предпринимательства, а также в учебный план включено стем-образование. Эта образовательная модель на стыке разных дисциплин расшифровывается так – науки, технологии, инженерия, математика. Ученики средней школы и старшеклассники могут выбрать, каким предметом они отдадут предпочтение из четырех направлений – химико-биологическое, экономико-математическое, юридическое, углубленное изучение иностранных языков. «Обязательные дисциплины, которые мы ввели, и, как показала практика, оно является правильным. Вот посмотрите, мы ввели плавание как обязательная дисциплина, а для этого построили два бассейна. Один большой – олимпийский, второй – для самых маленьких. Мы ввели обязательный предмет в прошлом году и убедились, что это правильно – это шахматы. Это позволяет мыслить ребенку совсем по-другому. Мы вводим еще дополнительные дисциплины, связанные с предпринимательской деятельностью, финансовой грамотностью. Это очень важно». Конечно же, в школе будущего дети изучают различные иностранные языки, без которых сегодня сложно обойтись в современном обществе. Приступать к иностранным языкам ученики будут с первого класса, но, как говорится, и о родном забывать нельзя. Наряду с украинским языком дети будут в должной мере изучать также и русский. «И мы впервые вводим, помимо английского, немецкого, французского, арабского, китайского, мы в этом году будем опробировать японский язык. И мы пригласили преподавателя, филолога из Японии, который будет читать лекции и проводить семинарские занятия в Международном гуманитарном университете, и, естественно, в нашей школе. Это самое важное и самое главное, чтобы дать хорошее знание нашим детям». «Для ребенка в этом возрасте гораздо проще узнать языки, выучить их, и здесь серьезный подход, поэтому я доверила в надежные руки, я уверена, что все будет отлично». Для первоклассников и новеньких учеников Международной академической школы Одесса подготовили праздничный концерт «Приветствие», на котором дети продемонстрировали все свои таланты и умения. «По традиции на торжественной линейке слово предоставляют первоклассникам». Детки делятся своими ожиданиями от школы и первого урока. «Кто-то переживает, а кому-то, наоборот, уже не терпится приступить за учебу». «Я очень желаю идти к спорту, потому что я очень люблю спорту, потому что обычно у меня есть спорту, и я думаю, что я хорошо спорту. готова». «Я ожидаю радости, чтобы я научилась разговаривать на английском языке и могла ездить в Египет». «Я думаю, что я ожидаю домашки». Пока новенькие с интересом рассматривают современную школу и с нетерпением ждут встречи с одноклассниками, их более старшие товарищи вспоминают, как прошло лето и делятся с нами своими эмоциями. Школьники в ожидании нового учебного года. Образовательный комплекс стал для них родным. «Лето прошло замечательно. За школой, да, я соскучилась за тем, как мы все дружили. Было весело в школе. Так хотелось вернуться, потому что много друзей, много общения». За столь непродолжительный срок своей работы Международная Академическая школа Одесса уже получила признание и высокие оценки со стороны Министерства образования и науки Украины, а также профильной парламентской комиссии. Гостями учреждений успели побывать министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, заместитель министра по вопросам школьного и дошкольного образования Вера Рогова, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлия Гришина, а также руководитель консультативного совета по вопросам развития школьного образования при президенте Украины Сергей Калибошин. Все почетные гости из столицы по достоинству успели оценить все возможности, которые предоставляет образовательный комплекс на Академической 30, что только подтверждает путь, который в своем развитии выбрала Международная Академическая Школа Одесса. Я искренне хочу поздравить всех школьников города Одессы с Днем Знаний. Я хочу особо подчеркнуть и поздравить детей, которые переступили порог Международной Академической Школы. Вы знаете, сегодня настоящее торжество и праздник. Я видел лица наших школьников, я видел лица наших родителей. Природно так, что родители искренне радуются за своих детей. Пусть наши дети будут здоровыми, крепкими, успешными. Пусть с их уст никогда не сходит улыбка, потому что детство, оно связано именно со счастьем. Я хочу, чтобы у нас все в стране было хорошо. Я очень хочу, чтобы в нашем городе был мир, спокойствие, благополучие и пусть нас всех хранит Господь.